МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это мобильный репортер. В студии Алсуя Купова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики с просторов интернета. В Ижевске полицейские выстрелили в собаку, которую на них натравил местный житель. По данным следствия, сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль. Будучи недовольным действиями инспекторов, мужчина натравил на них собаку. Один из мужчин получил телесное повреждение, в связи с чем собаку выстрелили. В следственном комитете по Удбуртии сообщили, что животное ранили. Дальнейшая его судьба неизвестна. В результате инцидента пострадал правоохранитель. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. ВЫСТРЕЛЫ Современные дети менее вежливы, чем те, которые росли пару десятилетий назад. Поэтому взрослые, сталкиваясь с откровенно хамским поведением чужих детей, не знают, как себя вести. Бывают ситуации, когда хочется сделать замечание чужому чаду. В Бавлах школьники не поделили горку во дворе дома. Из-за сына вступилась мама. Только при этом женщина как будто забыла, что разговаривает с детьми. Ничего! Извиняйся, я тебе говорю! При чем тут мои родители? Ты, ты, моего, ты конкретно, ты моего ребенка оставил. Извиняйся, говорю! Он тебе никто, он будет потом с ними разберемся, сами понятно? Ладно. Нормы поведения одной семьи в корне могут отличаться от правил другой. То, что нам кажется неприемлемым, спокойно воспринимается другими мамами и папами. И тогда поведение не своего ребенка вызывает у нас протест. Что же делать? Есть четкое правило. Чужих детей воспитывать нельзя. Все воздействия нужно осуществлять через родителей невоспитанных детей. Извиняюсь, Карим. Еще раз такое повториться дайте. Я за тебя не вручаюсь, понятно? Ты меня понял? Я х** что ли? Я тебя сейчас х** не понял. Иннополис отметил свой седьмой день рождения. Иннополис – самый молодой и технологичный город России. Во всех смыслах. Во-первых, это первый и пока единственный город, построенный в нашей стране в нашем веке. Во-вторых, сегодня средний возраст его жителей составляет всего 31 год. Планируется, что в будущем здесь будут проживать 155 тысяч человек. Иннополис с точки зрения дорожного движения очень комфортный. Именно поэтому он и был выбран для тестирования беспилотных такси. Интересная особенность – это город без светофоров. Сегодня все главные развязки здесь выполнены с использованием кругового движения. В одном из казанских лифтов на камеры наблюдения попала девушка, которая что-то искала. Похоже, что-то запретное. В республике количество человек, впервые поставленных на учет с диагнозом наркомания, за последние два года выросло почти на 26%. В Татарстане на 100 тысяч населения приходится 9,58 граждан с таким диагнозом. Это больше, чем в Приволжском федеральном округе и в России в целом. Больше наркоманов стало в Елабужском, Павлинском и Спасском районах. Лениногорский бобер себя в обиду точно не даст. На видео попал момент, как он по-своему защищается от собаки. Вообще, за дикими животными лучше наблюдать издалека. На этом все. Это были самые обсуждаемые видеоролики с просторов интернета. До встречи на телеканале «Татарстан-24».